Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Статья, которая сейчас озвучена, называется Футбольная Академия. Она написана 24 октября 2011 года. Итак, начинаем. Отдаю себе отчет в том, что приступая к подобной теме, неплохо было бы основательно изучить жизнедеятельность подобных учреждений и только потом вставлять своих 5 копеек по этому поводу. Это было бы правильно. Но дело в том, что такая постановка вопроса меня мало интересует. Я хочу поговорить не о жизнедеятельности футбольных школ с громким названием Футбольная Академия, а об их эффективности, об их КПД, коэффициенте полезного действия. Что же мы имеем на выходе после обучения в подобных заведениях? Сколько звезд европейского уровня подготовлено за время существования украинского государства? Другими словами, за последние 20 лет вам хватит пальцев двух рук? Лично мне достаточно трех пальцев, из которых загнут для подсчета только один – Андрей Шевченко. Почему я заговорил о трех пальцах? Дело в том, что многие считают и Мощука и Воронина звездами европейского уровня. Я так не считаю. Можно было бы написать несколько страниц обоснования моей позиции по этому поводу, но делать этого не буду. У каждого есть своя точка зрения, которая вряд ли изменится от какого-то там обоснования. Можно к этому списку добавить и четвертый палец – Чигиринского, но к нему у меня отношение аналогичное. Итак, в списке европейских звезд вижу только одну фамилию – Шевченко. Здесь я должен обязательно сделать оговорку. Дело в том, что Андрей Шевченко – общепризнанная европейская футбольная звезда. Общепризнанная – это не означает мною признанная. У меня свои критерии понятия «футбольная звезда». И все же, если смотреть на Шевченко глазами большинства, то он бесспорная футбольная звезда европейского уровня. Если учишь, что в одном из интервью Андрей Шевченко сказал, что сделал себе имя не благодаря футбольной школе, а вопреки ей, то получается в сухом остатке, что наши футбольные академии за последние 20 лет не родили ни одну звезду. Восклицательный знак. Здесь для лучшего понимания моей позиции я должен прибегнуть к аналогии, к сравнению. Роды возможны только тогда, когда происходит совокупление двух сторон. Что нужно иметь для того, чтобы выпускник футбольной академии был потенциальной футбольной звездой? Представьте, что в футбольной академии работает общепризнанный гений тренерского искусства. Сможет ли он обучить ребят чему-нибудь, если тренировки будут проводиться на гаверле? Ответ очевиден – нет. Хотя бы потому, что мяч будет постоянно скатываться вниз. А если серьезно, то без футбольного поля удовлетворительного качества, без футбольных мячей, без помещения, где можно спрятаться от дождя и любой другой непогоды, футболиста достойного уровня подготовить просто невозможно. Почему я говорю о помещении? Хотя бы потому, что без бесед, собеседований, лекций и других форм обучения полноценной подготовки не получится. С одной стороной, которая должна участвовать в «совокуплении» мы определились – это клубная командная инфраструктура. Кто или что представляет другую сторону? Как вы считаете? Думаю, что здесь для подавляющего большинства проблем с определением не будет. Это без всяких сомнений футбольный тренер. Нет тренера – нет обучения. Нет будущей футбольной звезды. Логично. Итак, мы имеем две совокупляющиеся стороны. Футбольный тренер и футбольная командная инфраструктура. Если есть где обучать инфраструктуру и кому обучать футбольный тренер, то процесс обучения обеспечен. И слава Богу, если все есть, тогда почему мы имеем ноль на выходе? В том-то и дело, что не все мы имеем. Если с инфраструктурой у нас проблем нет, в скобках, достаточно футбольного поля или его части, или несколько душевых сосков с предбанником, который вполне может сойти за импровизированную аудиторию, закрыть скобки, то с качеством тренерского образования и умением обучать есть серьезнейшие проблемы. Именно здесь в качестве обучения и кроется черт. Именно здесь, как сказал бы первый и последний президент СССР Горбачев, собака порылась. Я не знаю, каким образом контролируется профессиональный уровень детских тренеров, каким образом инспектируется их работа, но уверен в том, что ни работа детского тренера, ни работа юношеского тренера не контролируется с помощью тестирования их воспитанников. Если бы подобная работа проводилась, то подобная работа сопровождалась бы определенными оргвыводами. Если бы подобная работа проводилась, то процесс обучения мальчишек целенаправленно приближали бы к академическим стандартам, то есть пакету таких методологий, которые одобрены футбольной наукой. Согласны? Как вы думаете, насколько плотно сотрудничает методический отдел Федерации футбола и, например, детский тренер? Ответ вы знаете сами. Пишу эту статью не для того, чтобы в очередной раз позлорадствовать над деяниями современных футбольных специалистов, отвечающих за обучение молодых футболистов. Эту статью я написал для того, чтобы не закрывать глаза на отсутствие тестирования футболистов при их выпуске из футбольных академий. Логика здесь очень просто и убийственна. Если нет контроля над процессом обучения ребят футболу в виде хотя бы тестирования при их выпуске, то это означает отсутствие заинтересованности в высоком качестве обучения ребят футбольному искусству. А если нет заинтересованности, то откуда возьмутся потенциальные звезды? Более того, если нет интереса в выпуске футболистов высокого качества, то зачем вообще финансировать эти академии? И еще. Если нет четкой системной взаимосвязи в работе в методистове, футбольных ученых федерации футбола с детскими и юношескими тренерами, то зачем вообще нужен методический отдел федерации футбола? Зачем нужны футбольные ученые? Зачем нужна футбольная наука? Все здесь очень просто. Но захотят ли меня услышать высокие футбольные чины? Похоже, что нет. Более того, я уверен, что нет. Отгадайте загадку, что их интересует в первую очередь, а? У меня все, господа.